Доброе утро! Встречаем нашего гостя. Это блистательный, звездный художник Виталий Данилагорский. Доброе утро! Доброе утро! Расскажи, Виталий, что сегодня будет происходить на наших глазах? Сегодня будет происходить феерия цвета, феерия... Красоты? Да, красоты, блистательная феерия. То есть, ну, в конце будет небольшой сюрприз, огни опасны, но все будет, пройдет хорошо. Хорошо. Ну что, давай тогда мы тебя оставляем наедине с твоим творением. Мы также будем задавать тебе вопрос. Я смотрю, что ты не красками сейчас работаешь, да? Это я рисую, как я уже сказал, Альберт Люрер, бессмертными красками. Прозрачными красками времени, которые никогда не увянут. Вот это да! Как-то вот так. Расскажи, что сейчас происходит в искусстве? То есть, я смотрю, что привычные акварельи, привычная пастель уже теперь не так интересна, да? Ну, сейчас, в принципе, в мире искусства есть, как я считаю, два лагеря. То есть, это есть именно деньги, это, как сказать, рейтинги. Вот. И есть как раз актуальное искусство, это называется современное искусство. Есть все равно современное классическое искусство, которое всегда будет жить, всегда будет цениться. Вот. Я считаю, что, ну, в принципе, не то, чтобы они соперничают, просто два отдельных лагеря. Потому что поп-культура, которую зародил Энди Ворхо, как раз можно наблюдать на футболочке, что-то в стиле поп-арта. Как раз он создал. Я не зря так пришел сегодня, оказывается. Ответление, да. Вселенная все сделала так, как надо. А к какому лагерю ты себя относишь? Ну, как говорил Сергей Есенин, на своих выступлениях я к себе никакому лагерю не отношу. Но я считаю, что нужно развиваться, творить, эволюционировать. Ну, и каждый раз пробовать что-то новое. Вот как раз вот эта экспериментальная техника, которая... Даже сама история, я помню, однажды мы шли с любимой. Я поднял ее на руки, было звездное небо. Я посмотрел, можно сказать, на нее сквозь призму этого звездного неба и подумал, что можно создать что-то нечто подобное. О, вот это интересно. Кажется, у Виталия нет простых историй у него всегда. Я шел в столовую и смотрел на звезды, на меня снизошло вдохновение. На плитке, да, потолочном? Да, художник. Вообще, у него все истории такие прям вау. Расскажи, пожалуйста, с чем еще сегодня рисуют? Какие есть еще интересные материалы? Ой, это если такая очень отдельная тема, опять же. Существует очень много различных, я бы сказал, уникумов, которые рисуют абсолютно всем. Прям даже можно сказать, что реально любыми частями тела, но лучше мы об искусстве поговорим. В принципе, рисуют акварелью, гуашью, рисуют песком, рисуют на воде китайские знаменитые росписи. То есть фантазия, если посмотреть в интернете, просто необычный портрет. Выходит такое количество замечательного материала, что просто, мне кажется, диву даешься, как люди до этого доходят. У тебя был какой-то необычный материал, которым ты тоже пробовал, может быть, порисовать? Или ты все-таки сторонник таких, более классических? Мне, конечно, больше нравится классическая школа. Ну, допустим, самое такое необычное. Ну, может быть, вот это один из вариантов. Самое такое необычное. Это нужно быть экспериментальный, да? Да-да-да. Еще, я помню, рисовал скотчем. Скотчем? Да, так что... А как это? А, ну, получается, как это? Там вот, ну, примерно, если вот так вот взять силуэт, как на поп-арт-портрете... Так, как у Николая. Ну, допустим, знаете, как вот обычно наносится краска слоями. То есть один слой – это один слой скотча, потом на него постепенно накладывается другой, третий, и создается оттенение. То есть светлая часть – это первый слой скотча, и, следовательно, эти слои, они уже создают просто вот как раз объемы. Ну, как раз люди, которые знают, как это создавать, в принципе, это для них послужит хорошим материалом, именно необычным. Вот так вот. Да, очень. Еще я как раз недавно нашел, рисуют стикерами на стенах. То есть маленькие какие-то наклеечки, да, бывают? Получается, да, или, допустим, даже вот такие целые стены прямо именно, допустим, в офисах. Тоже как раз то, что хотел воспользоваться на свадьбах у нас. Ну, попробовать протестировать. Почему бы и да? В общем, поле для размышлений огромное, для творчества, тем более. Мы взяли что-то в руку сейчас, возможно, этим можно что-то нарисовать. Да, и можно рисовать не только рукой, ногой, не знаю, чем еще можно, головой. Я видел, как люди обмакивались в краску и просто прижимались к холсту, а потом… И это была великая картина. И это потом покупали. Это современное искусство, да. Прямо в этом же месте он рисовал, уходил, и вот люди выкупали его там за 20, за 30 тысяч долларов. Даже долларов? Даже долларов. Вот это да. Посмотрим, за сколько же сегодня мы сможем нашу картину… Сейчас посмотрим, да. Узнаем, что же у нас получится. Очень, на самом деле, интересно. А вообще, друзья, если вы прямо сейчас, например, проснулись и думаете, чем же разнообразить свой будничный день, то можно легко вот попробовать, как это делает Виталий, чем-то порисовать. И тем более, что раз нам искусство современное дает сегодня зеленый свет, и можно делать все, что угодно, даже стикерами. Стикерами даже рисовать, по сути, не надо, да? Нужно просто их в определенный момент клеить. Почему? Только, да, нужно создать именно образ сам по себе, ну, композицию и все, и просто наклеивай. Ну, слушайте, это невероятно. Везде не все так просто, конечно. Слушай, Виталий, расскажи, пожалуйста, а как ты часто вообще утром, вот на тебя находит вдохновение рисовать что-то, писать, как правильно у вас? Ваши тусовки это говорят. Да, мои тусовки так, в принципе, и говорят. Ну, мы же как бы на волне со всеми людьми, поэтому писать, рисовать, как прям удобнее. Допустим, для меня самое замечательное время – это либо утро, либо примерно где-то 2-3 часа ночи, когда прям начинаешь. Еще самое главное – на голодный желудок. Ну, не знаю, почему у меня так, может быть, потому что… Художник должен быть голодным. Да, ну, не считая голодным, должен быть голодным до идей, мне кажется так. Потому что голодным рисовать тоже, именно прям когда у тебя все скручивают, слава богу, не ощущал этого, но мне кажется, это чревато. Ну, кстати, 2-3 часа ночи, для кого-то это ведь утро такое. Для кого-то, да. Почему нет? Это только вы художники? Через час мы встаем и на ее что-то. Да, на утре. Это точно. Да. Ну что, у нас близится к концу? Я думаю, что да, концовка у нас близится. А что мы сегодня увидим? Это секрет? Я не знаю, но я даже могу… Что за картина у нас получится? У нас получится портрет известной личности, и, возможно, вы его даже угадаете. Потому что она была… Я не сам не знаю, просто тыкаю… Потому что она была секс-символом в своем времени. Ого! Да. Ну, если честно, зрители наши сейчас, наверное, смотрят и думают, если так посмотреть… Чего вообще происходит? Что там рисует? Потому что, собственно говоря, полотно, оно как было золотым, так золотым и осталось. Но, друзья, подождите, буквально через несколько секунд, да, через несколько мгновений у нас будет настоящее шоу. И вы удивитесь. Мы уверены, что вот утром, возможно, чудеса. Вот так не только в этой студии, только сейчас. Ну что ж, теперь можем создать замечательную романтическую атмосферу. Так. Почувствуйте фибры, ароматы. Чувствуете? Так, конечно. Художниками пахнет. Все, конечно, да. Художниками, да. Пахнет великими творениями. Самыми чистыми, красивыми, здоровыми, да. Так, и что дальше происходит? Самую простейшую тонкую кисть. Так. Простейшая тонкая кисть. Да. И сделаю телодвижение, я буду ее поджигать. Ого, горит. Кисть горит. Гори, гори, ясно. Раз, два. Вот это да, новый год. Что происходит? Что происходит? Я начинаю создавать феерию. Феерия, ну-ка, ну-ка. Помогите мне атмосферой. Давай, давай. Раз, давай. А-а-а-а. И? Что? Что? Самый главный, последний штрих, да? Самый важный. Последний штрих? Что сейчас будет? Что сейчас будет? Ого. Вот это да. Начинает пачкать картину. Смотри, как красиво происходит. Блестки летят. Как праздник красок Холли такой идет практически. Очень красиво. Я смотрю, что это Малинин Манна Ро у нас проявляется. Точно. Да. Это именно она. Последний штрих. Так, да. Сейчас ее немножечко обстучим. Итак, итак, давай. Итак, друзья, на ваших глазах только что сейчас родился вот такой вот шедевр. Между прочим, картина блестящая. Если приглядеться поближе, можно посмотреть, что это блестки. Даже с подписью Девятка ТВ. С подписью Девятка ТВ. Спасибо большое, Виталий. Невероятно. Спасибо большое вам. Кстати, это подарок вам. Может быть, пускай он будет висеть у вас здесь. Да. Радовать людей. Может быть, у кого-то дома. Нет, я буду каждый раз с ним стоять вот так вот. Теперь. Что-то можно припознести его любимый, например, что-то еще. Поэтому, я думаю, фантазия безгранична, как всегда. Слушайте, чудо. Чудо произошло сейчас на ваших глазах вот так-то. Так что, друзья, творчество, оно уместно, спасибо большое, творчество, оно уместно всегда, в любое время суток. Тоже можете сегодня взять, начать творить. Все просто. Главное, чуть-чуть захотеть, и все, у вас получится. И узнать секрет, потому что, если вы хотите кидаться чем-то во что-то, возможно, картина не получится. А возможно, получится. А может, получится что-то круче, да. Ну что, это утро с нами встречал Виталий Данилововский. Вот такие вот картины невероятные он создал на наших глазах. Вовшебство. Доброе утро, спасибо большое. Спасибо вам огромное.